Дина Мурзагалиева, студентка первого курса Кустанайского госуниверситета, приехала учиться из Алтынцаринского района. При поступлении в узговоре девушка очень переживала, где будет жить. Аренда квартиры в областном центре сегодня удовольствие не из дешевых. Но Дине повезло, ее заселили в студенческое общежитие. Оплачиваем мы 3000, поэтому в этом плане намного легче. Общежитие нам предоставляет неимоверные условия в том, что мы можем реализовываться сами. К примеру, у нас в общежитии помимо комнат, кровати, есть еще и хореографическая студия, есть читальный зал, также компьютерные залы. То есть после учебы ты запросто можешь прийти и провести время с пользой. Сегодня в двух общежитиях КГУ живут более 900 студентов. Еще почти 2000 учащихся нуждаются в местах. То есть вузу нужны новые общежития. Пока разработана проектно-сметная документация на одно здание, рассчитанное на 500 мест. Общая стоимость проекта – почти 2,5 миллиарда тенге. Общение девятиэтажное, оно современное, на сегодняшний день рассчитано для более удобных, все условия созданы. Есть там комната отдыха, есть место для занятий, есть там рассчитанное пункт питания. Это современное секционное общение, потому что действительно там предусмотрены все условия, особенно для студентов, инвалидов. На первом этаже будет оборудованная специальная комната. Строить новое общежитие решили и в Кустанайском педагогическом университете. Здесь будут построены четыре трехэтажных корпуса, первый из которых сдать в эксплуатацию планируют в этом году. В течение ближайших нескольких лет на это потратят около 400 миллионов тенге. Всего при реализации проекта у вуза появится дополнительных 344 жилых места для иногородних студентов. Есть средства у государства. Государство готово сейчас компенсировать расходы университетов на строительство общежитий. Из расчета там сумма приблизительно, я сейчас скажу, порядка 200 тысяч тенге в год на каждое кое-какое место, после того, как общежитие будет введено в эксплуатацию. Помимо этого, Министерство образования и науки Казахстана совместно с вузами страны инициирует пересмотр санитарных и строительных нор по общежитиям. В частности, речь идет о требовании к площади проживания на каждого студента, а точнее уменьшении с шестим до четырех квадратных метров. Монорбек Касколов, Ярослава Богатырева, РТН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова